С каким настроением вы подошли к этой тачке? Я не чувствую себя на 70 лет. Конечно, не чувствую. Неисправимый оптимист. Это Василий Павловичев. Добрый, честный, талантливый художник. Стреки записываться, конечно, я считаю, что аромат. В правой руке трость – уже часть образа Василия Павловича. Подарок дочери. С модным инструментом художник не расстается, как и с кистью. И сегодня Павловичев работает много. Мастерская – место его силы. В нашем союзе говорят, что ты нажигаешь больше всех, потому что я каждый день, с утра до вечера. Его творческий путь длится четыре десятилетия. И все это время Василий Павлович словно очарованный странник, поэт и романтик. Пишет о главном то в этюде, то в большом полотне. Образ «Малой Родины» – один из ключевых у живописца. Его Павловичев показывает в масле, темпере, карандаше. Таких работ здесь больше ста, но есть одна – самая дорогая сердцу художника. Вот этот дом, видите, это мой родной дом, где я родился и вырос. Родился Василий Павлович в поселке Октябрьский Ивановской области. Учился в Москве, но в столице не остался. Переехал во Владимир, сразу стал писать. И всегда про настоящее – то, что вдохновляет или волнует. Василий Павлович показывает работу, которая далась ему сложно. Она посвящена отцу-фронтовику. Он четыре раза дрался в рукопашную. И, в принципе, когда он рассказывал, что в правой руке была саперная лопатка, а в левой пистолет. И вот я спрашивал ее, когда был мальчишкой, страшно ли было. Он говорит, страшно было потом. Станковая картина – основа творчества живописца. Такие работы у Василия Павловича всегда тематические. Чтобы увидеть этот, холстом и спустились этажом ниже. Дело в том, что история России не ограничивается только христианизацией. То есть меня интересовала история России и долг христианства. И это очень большой тридцать времени. Сварожичи Василия Павловичева украшают холл центра «ИЗО». Произведение посвящено русскому эпосу. Тема важная не только для художника, но и руководителя выставочного пространства. То, что берет за душу, то, что заставляет задуматься. И вот именно благодаря этому мы ее отобрали. По-моему, с областной выставки, если не ошибаюсь. Этот вернисаж юбилейный. На открытии много цветов от семьи, коллег и близких друзей. Среди них поэт Юрий Шустров. На некоторые стихи его вдохновили работы друга-живописца. Они знакомы со школьной скамьи. Мы собираемся, вспоминаем, поем под гитару. Василий Павлович, между прочим, на гитаре играет. Как бог. Поет романсы. Это еще в довершении к тому, что талантливый человек, талантлив во всем. В том числе в педагогике. Поздравить учителя с юбилеем пришли его студенты. Елизавета учится на втором курсе в ЛГУ, факультет реставрации. Василий Павловичев преподает там рисунок. Он просто всего себя отдает, чтобы нас научить именно рисунку. И вот самую такую его запоминающуюся цитату, которую я когда-либо слышала, это было вообще в начале первого курса. Вы можете не любить меня, но рисунок любить вы обязаны. Любовь Василий Павлович излучает и прежде всего через творчество, поэтому совсем не случайно и название выставки «Жизнь прекрасна». Она действительно прекрасна, несмотря ни на что. Ведь это жить так интересно. Согласитесь? И разделить это чувство может каждый до 8 января. Посетить выставку Василия Павловичева можно по Пушкинской карте. Наталья Забнина, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова